В гостях у нас Нина Третьяк, она часто приходит к нам на дачные программы, но сегодня выступает в качестве эксперта по домашним цветам. А что все похоже, Нина Ивановна, приветствую, вас рады видеть. Вот он, он король домашних подоконников. Ну, подождите, к королю мы перейдем чуть позже. Давайте сначала поговорим вообще, какие бывают способы размножения и в каких случаях какой конкретно применять. Есть много способов размножения растений. Есть черенкование, есть листом размножение, есть, допустим, мы отрезаем, можем мы макушку отрезать. Вот прям макушку отрезали и укореняем ее. А можем семян дождаться? Да, можно и семенами размножать. Всякие способы есть. Но нужно ведь учитывать, для каких растений что подойдет, а то мы кому-нибудь макушку, знаете ли, отрежем, и на этом все и закончится цветоводство наше. И макушке хана, и самому растению. Ну, то есть в группы какие-то можно их объединить? Допустим, для вот какой группы растений подходит черенкование, для какой группы вот листом можно размножать? Ну, листом мы можем размножать фиалку, бегонию мы можем размножать. Черенкование лучше сделать, сделать герани, очень хорошо черенками сделать. Потом вот эти вот детки от алоэ, тоже можно вот сделать, эти вот, алоэ, вот этот вот. Ну, давайте им тогда и займемся. Да. Нина, мне первое, что приходит в голову, взять и оторвать здесь внизу. Можно и оторвать, можно и отрезать. Хорошо, давайте сначала приготовим для пересадки горшочек. Так, ну, горшочек мы приготовим, но в первую очередь нужно, нужно нам сначала отделить детки от материнского растения, в связи с чем, чтобы он, этот вот, эта детка полежала на воздухе, чтобы она немножко подсохла, потому что там сейчас будет выделяться сок, млечный сок, и надо, чтобы он подсох. Отрываю? Да. Ну, вот опять же, это такая особенность конкретно не больше. Ой, боюсь я, боюсь. Ну, беру. Можно тогда и отрезать, если боитесь. Ладно. Как фиурги, они же не отрывают конкретно этого растения, потому что некоторые-то, наоборот, нужно оторвать и поставить в воду, например, чтобы корни дало растение, то здесь мы подсушиваем в данном конкретном случае. Мы можем тоже поставить, вот, если мы сейчас детку заберем, совое, мы тоже можем поставить воду, но прежде надо сначала, чтобы подсушилось, чтобы млечный сок вот этот вот... Дрожащими руками сделал срез. Ну, можно еще, вот можно нижний еще. Еще один. Да, вот можно еще нижний вот этот вот самый большой, который... Ладно, связаю. Даже парочку мы можем в один горшочек определить, да? Даже можно штуки 3-4, вот такой если горшочек, то мы можем штуки 3-4 взять. Хорошо, предположим, они у нас подсохли. Да, вот они у нас сохнут пока, пока мы начинаем тогда работу. Значит, мы на дно высыпаем керамзит, обязательно, на дне должно что-то быть такое. С камешками? Это керамзит. Просто керамзит? Да, фракции здесь разные, и мелкая, и крупная. Вот. Потом, значит, мы насыпаем... Вот, пожалуйста, это выглядит так. Фракции действительно здесь различные, от песка крупного до камешков, что называется. Да, вот. Потом, значит, мы засыпаем горшочек, засыпаем, здесь перегной, песок, хорошая земля с дачи. Это с дачи. С дачи, да? То есть мы не покупали никакую специальную, а взяли дачную землю. Неплохая земля-то на даче, обратите внимание, Катерина. С червячками. С червячками. Ну, это очень хорошо, когда вот там такое вот водится. Живность есть. Да, вот. Ну, ее можно и убрать, эту живность. Нет, не будем, пусть живет себе. Значит, вот мы сейчас насыпаем. Если у кого, конечно, нет дачной земли, то можно купить и в магазине можно купить. Вот. Я думаю, что обыкновенная, универсальная подойдет. Да. И ее немного взрыхлили, не придавливаем? Нет, нет, не нужно. Она, чтобы была рыхлая такая земля. Потом берем эти черенки. Мы можем поставить воду. Мы можем на некоторое время поставить ускоритель роста. Вот. А между прочим, сам сок является ускорителем роста. Да. А можно и не ставить воду. Вы же, по-моему, и рассказывали. Да, 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 можно не ставить воду. Можно сразу, я делаю, я сразу делаю вот так в землю. Вот сантиметра, допустим, на два. Я вот так вот углубляю и тогда уже землю придавливаю. Вот тогда уже придавливаю. Здесь можно, вот даже на этот горшочек можно 3-4 сделать, деточки посадить. Вот так вот. Вот мы садим. Всегда сразу возникает вопрос, нужно ли поливать? Немножко сбрызнуть, да. Это мое занятие. Да, пожалуйста. А вообще алоэ, по-моему, это как раз таки то растение, которое не требует частого полива и обильного. Поливать нужно тогда, когда, вот вы подошли, допустим, если взрослое растение или такое, вот вы увидели, что оно немножечко как бы привяло, вот чуть-чуть. Я, допустим, определяю вот так. Я подошла, вот так вот взяла в руку. Если только оно чуть-чуть как бы привявшее, значит, его нужно поливать. А так сильно поливать не надо. Между прочим, оно любимо еще хозяйками, потому что его используют в народной медицине и внутрь употребляют по определенной рецептуре, и краном прикладывают. И еще в дачном деле, я помню, используют как ускоритель роста семян. Да, да, да. Значит, вот я считаю, что у каждого человека должен быть вот дома расти алоэ, потому что это где-то что-то, какую-то ранку, где-то что-то. А еще я делаю как? Вот у меня несколько дома алоэ растет, и я, значит, срезаю лист, я вот срежу лист, допустим, вот снизу где-нибудь. Я срезала лист, потом я его вводу, вводу я его, ну, можно его, чеснокодавилка, можно так прям вручную, вот так вот его выдавить туда. И вот потом вот этой вот водой, даже можно туда вот просто забросить этот листик, и она будет настаиваться. И потом этой водой я опрыскиваю и поливаю все растения, которые у меня дома находятся. И орхидеи, и другие цветы всякие. И поэтому у меня всегда цветы зеленые, красивые, жизнерадостные. Цветы помогают друг другу. А чтобы они не грохнулись, Нина Ивановна принесла вот такие приспособления. Потому что он уже большой, жалко его. И еще, самый главный момент, что когда вы хотите, чтобы у вас он размножался, этот алоэ, не просто вот вырос вот одним таким столбиком, значит, желательно вот его поближе ставьте. Я опрыскиваю, вот это уже третий раз, вот у меня выросли вот эти ветки. Я опрыскиваю вот этот стволик, я опрыскиваю вот так вот водой, с добавлением здесь вот этого вот алоэа. Спасибо вам огромное, Нина Ивановна. Будем выращивать алоэ, прекрасное, полезное растение. Я напомню, в гостях у нас была Нина Третьяк, наш частый гость в дачных делах, помощник. И рассказывала сегодня, как ухаживать за алоэ, и как его размножить.